Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики, единомышленники и граждане Гисляндии. Сегодня пятница. Как вы знаете, в Гисляндии пятница считается выходным днем. И по выходным дням я не работаю. Вот. Выходным дням я пью демолоки и пилю для вас ролики. Вот оно, молочко. Демолоки. Демолоки, сука! Вот. Вот вкусно, вкусно. Молоко. Трехдневные выдержки. Вкусно. Вот. Вот, короче. И к демолоки я сегодня буду кушать депеченье. Кстати, ногти, ногти. Нормальные. Симонов одобрит. Вот. К демолоки буду кушать депеченье сегодня. Демолоки, суки, царский напиток. Вот, царский и все. Ладно. К ролику. Аналитика Чуихи. Вообще, вы меня задолбали с этими аналитиками? Присылайте кучу всяких фотографий. А другой народ бунтует. Которые не любят аналитику. Хотя бунтует зря. В моей аналитике есть много чему поучиться. Вот. Ладно. Итак. Вот она, эта телка. У меня есть еще несколько фотографий этой телки. А я вам все эти фотографии покажу. И проанализирую. Сука, слово-то какое? Проанализирую. Анал. Анализировать. Чудные слова есть. В русском языке. Вот в геслянском языке слово проанализировать. Нет такого слова. В геслянском языке это называется дианализ. Хотя тоже. Хотя тоже с намеком. Вот. Короче, вот эта телка. Ну что. Начинаем, как всегда, с заднего плана. Тут у нее и руки есть. И ноги есть. И задний план есть. То есть, обладатель этой фотки как бы угодил мне. Ну, на заднем плане что у нас? Точно сказать не могу. Это либо Турция, либо Испания. Я вот не силен в турецких зданиях. Но я, если честно, думаю, что это Турция. Более такие здания архитектура турецкого плана. Вот. Время года. Зима. Шутка. Время года. Лето. Вот. Эта телка, она не турчанка. Она туристка. То есть, она проводит свой отпуск в Турции. Я так подозреваю. Вот. Значит, фотографировал ее опять же, непрофессиональный фотограф. Потому что руки и ноги неправильно расставлены. Ну, для любительского альбома пойдет. Для домашнего альбома пойдет. Вот. У нее имеется на руках тут то ли часы. А, да. Часы на правой руке, браслет на левой руке. К этому мы еще вернемся. Вот. Футболочка. С мордой Мадонны. Черная юбка. Вот. И мы видим даже ее ноги. Ногти, кстати, и пятки ухоженные. Вот. Но вот правая рука у нее знаете, вот так как крюка такая. Нехорошо поставила она ее. Нехорошо. Теперь, что я скажу, могу сказать про лицо. Вот у меня такое впечатление, что она из Ростова или Ростовской области. Вот не знаю почему. Не могу объяснить. Но у меня такое чувство. Хотя она похожа немножко и на молдаванку и похожа на то, что у нее есть татарская кровь. Вот не могу определиться в этом плане. Сложно сказать. Вот по ушам вроде молдаванка и по бровям. А вроде по остальному как бы татарка. Хрен его знает. Ладно, смотрим следующую фотографию. Вот здесь она стоит задом. Тут непонятно она это или не она. И тут непонятно на 100% Турция это или нет. Хотя я все-таки думаю, что это Турция. Знаете, песок такой турецкий песок. Реально турецкий песок. плюс мало людей наверное приехала в начале сезона или на закрытие сезона. ну может быть рано утром сфотографировалась. Хотя рано утром я не склоняюсь к этой версии, что она сфотографировалась рано утром. Потому что она любит поспать, я думаю. Это тёлка. Ну фидли срываться рано утром, фотографироваться, когда отпуск. Лучше поспать, а вечером погулять. Вот. Поэтому наверное начало или конец сезона всё-таки. Мало людей. Но помните у неё на правой руке были часы, а на левый браслет? Вот здесь на правой руке нет часов, а на левой руке вот не вижу на фотке, не вижу, но вроде тоже нету браслета. Ладно, часы нам могло снять, но браслет навряд ли. Тут вроде браслета нету на левой руке. Поэтому я не исключаю, что это фотка вообще другой тёлки. И может быть автор этих фотографий решил проверить, как я обращаю внимание на детали. Вот. Но так как я не вижу левой руки очень чётко, но насколько я вижу здесь браслета нету на левой руке сейчас, то скорее всего, скорее всего, это всё-таки другая тёлка даже. Хотя по конфигурации она подходит к нашему персонажу. Смотрим дальше фотографии. Теперь у неё, что мы видим теперь у неё? Теперь у неё часы уже на левой руке висят. И браслет на левой руке у неё висит. Как вы видите. вот это мне тоже непонятно. То есть она нужна определиться она кто? Левша или правша? Чё это она часы с места переодевает? Непонятно это. Вот. Причём по третьей фотке видно, что здесь она уже немножко загорела. Может быть на первой фотке был первый день её в Турции. Это уже наверное второй или третий день. вот. Но зачем она одела с одной руки часы на другую руку? Вот это непонятно. Непонятно мне. кстати на третьей фотке руки расположены более-менее нормальные с точки зрения искусства более-менее нормально расположены. И видно её ноги видно её ногти на ногах. Вот. То есть довольно-таки ухоженные ноги. Но эта тёлка я абсолютно точно могу сказать она не из Москвы. У неё нет этого шика понимаете? Нет. И не из Питера. Эта тёлка с небольшого города. Относительно небольшого города. она не богата. Но и не сказочно бедная. Опять вот волосы. Волосы, да. Смотри на волосы. Вроде неплохие волосы. А вот нет этого шика в волосах. Понимаете? Нету шика. Ни на одной из фотографий нету шика в волосах. Часы у неё тоже недорогие. Это я вам сразу говорю. Это не Кортье, это не Ролекс, это не Шапарт. А также она не красит ногти на руках и на ногах. Что тоже не есть гуд. Вот. Итак, теперь моё резюме. Это тёлка из небольшого относительно города. Ну, например, Ростов-на-Дону. Она находится в Турции. она не богатый человек, но и не бедный. Ну, что-то нечто среднее. Она имеет молдавскую или турет, или или татарскую кровь. Вот. Вот. она работает учительницей в школе. У неё нет мужа. Она живёт на втором этаже в однокомнатной квартире. и где-то рядом с её подъездом находится небольшой магазинчик, где можно купить молоко, хлеб, жвачку. Ну, знаете, какие маленькие магазинчики, которые находятся в районе. Районный маленький магазинчик, как это называется у вас там по-русски, не знаю. у нас называется сервисный бутичок, у нас называется в Швеции. Вот. Ну, вот, в общем-то, и всё. И фотография, где она с мячиком стоит на песке, возможно, что это даже не она, но это только возможно. Хотя по архитектурной фигурации она подходит. Вот. Вот такая вот сегодня аналитика. Спасибо за внимание.